Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств! Я Роман Карасьев, вы смотрите YouTube-канал «Планета дзюдо», рубрика «Библиотека боевых искусств». И сегодня я хочу познакомить вас, уважаемые зрители, с очень интересной книгой. Интересна она тем, что она написана в соавторстве с тремя авторами и издана, правда, она уже достаточно давно, в 2000 году, но, на мой взгляд, это книга, которая может войти в историю книгоиздания и историю книгоизданий о дзюдо. Книга называется «Дзюдо. История, теория и практика». И авторами этой книги выступили Владимир Путин, Василий Шестаков, Алексей Левицкий. Эта книга выполнена очень качественно и хорошо, я имею в виду и обложка, и внутреннее наполнение, и качество печати. И немножко хочу сказать об авторах этой книги. Вот они здесь тоже напечатаны. И я сейчас прочитаю именно из этой книги выдержки, тоже был автором этой интересной книги «Дзюдо. История, теория и практика». Владимир Путин, мастер спорта под дзюдо и самбо, заслуженный тренер России. Василий Шестаков, мастер спорта под дзюдо и самбо, заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. И Алексей Левицкий, мастер спорта под дзюдо и самбо, кандидат педагогических наук, доцент. Вот такая информация об авторах этой книги была напечатана в этой книге, но так как я уже говорил, что эта книга издана в 2000 году издательским домом СК, поэтому, конечно же, многое уже изменилось и непосредственно об авторах этой книги вы можете подчеркнуть информацию в интернете, ну а мы, конечно, поговорим сегодня именно о содержании этой книги. И вначале я также хочу прочитать рецензию на это учебное пособие, так здесь написано, дзюдо, история, теория, практика, которую написал известный мастер, известный ученый в области боевых искусств, доктор педагогических наук, обладатель шестого дана, профессор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма молодежной и молодежи, Свящев Иван Дмитриевич. Итак, учебное пособие предназначено для тренеров и спортсменов, в нем изложены вопросы истории дзюдо, освещены основные проблемы, теории и методики подготовки, дзюдоистов. Представленный научно-методический труд авторского коллектива, несомненно, своевремен и необходим для отечественного дзюдо. Изложенный учебный материал хорошо проиллюстрирован. Анализ техники дзюдо, включая количественные характеристики, претендует на статус научно-исследовательской работы. Концепция авторов охватывает узловые моменты развития дзюдо и совершенствование подготовки дзюдоистов. Представленная работа рекомендуется для дзюдоистов, спортивных школ, ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, тренеров, а также для студентов институтов физической культуры, специализирующихся по дзюдо. Вот такая рецензия была написана Иваном Дмитриевичем Свящевым на это книжное издание. И давайте посмотрим, что у нас внутри этой книги на содержании. Здесь есть глава «Взгляд в прошлое» из истории отечественной школы дзюдо, а также написано о том, где проходит непосредственно тренировка и борьба дзюдоистов, место, что представляет собой форму дзюдоиста, этикет. Я думаю, что это достаточно интересная информация. И далее у нас идут специальные главы по технике тренировочного процесса или методам тренировочного процесса. Специальные подготовительные упражнения, техника самостраховки, правила техники борьбы в стойке, различные приемы описаны. Также есть раздел, боевой раздел «Кадакана» и много-много полезной дополнительной информации в конце книги. И хочу особо отметить, что книга, еще раз напомню, прекрасно издана, хорошее качество и много очень иллюстраций. Вот вы можете увидеть много иллюстраций в виде рисунков, описаний, различных приемов, комбинации направлений очень интересной. Это очень много материалов в этой книге. Поэтому, хотя книга уже вышла достаточно давно, но я думаю, она также займет очень важное место в библиотеке каждого мастера боевых искусств, кто непосредственно специализирует на дзюдо, но и не только. Поэтому рекомендую книгу «Дзюдо. История, теория и практика». Работает. Спасибо. Продолжение следует...